Это Вести Нев, студия Филипп Трофимов. Аж 20% своего бюджета направят на разработку метавселенной. В следующем году компания метавладелец Facebook и Instagram, признанная в России экстремисткой и запрещенная. Сколько именно это будет в деньгах, корпорация не раскрывает, но речь идет о миллиардах долларов, если не о десятках миллиардов. Например, за 9 месяцев этого года подразделение Reality Labs, которое как раз и занимается созданием метавселенной, принесло компании почти 10 миллиардов долларов убытка. И хотя в своем блоге компания подчеркивает, что основные инвестиции достанутся прибыльным продуктам, соцсетям и мессенджерам WhatsApp, объем инвестиций в виртуальную реальность своего рода ответ разочарованным инвесторам, рядовым пользователям и даже сотрудникам. На днях, например, проект покинул легендарный инженер Джон Кармак, а заодно публично раскритиковал то, как ведет дела компании Марка Цукерберг. Он считает, что корпорация тратит колоссальное количество ресурсов бездумно и должна работать вдвое эффективно. Надо сказать, что Кармак, фигура в игровой мире, не просто легендарная. Благодаря его проектам Doom и Quake, собственно, и появились. Современные трехмерные игры, затем игровые движки и, наконец, сам VR. Кармак работал в Oculus еще в то время, когда тот был стартапом. И именно Кармак, как считается, превратил шлем Oculus Rift в работающий продукт. Когда крупнейшая соцсеть купила Oculus, Кармак перешел в корпорацию вместе с командой. И не первое время казалось, что это удачное партнерство. Oculus становился все популярнее. Цукерберг не жалел денег на его продвижение и все обещал, что скоро реализация технологии VR станет идеальной, а сами устройства массовыми. Но этого пока не случилось, по мнению Кармака, из-за неэффективности гигантской корпорации. В итоге он сначала запустил свой отдельный стартап, а VR-проекте в соцсети стал выступать в роли техдиректора по совместительству. Регулярно критиковал свое руководство, что в корпорациях вообще мало кому позволяется. И в итоге опубликовал довольно объемное прощальное письмо коллегам. Я считаю, что организация, которая знает только неэффективность, плохо подготовлена к ситуации неизбежной конкуренции и затягиванию поясов. Для меня это личная боль видеть, что графический процессор используется всего на 5%. Это оскорбляет меня лично. При этом Кармак добавляет, что доволен Окулусом с технической точки зрения. По его мнению, проблема в неэффективности компании в целом. И судя по его заявлению, особенно он недоволен разработчиками софта. Еще осенью в прессе вытекали свидетельства того, что сами сотрудники компании не верят в метавселенную. Считаю, что их продукт, соцсеть Horizon, работает плохо и не подходит ни для работы, ни для игр. При этом из-за проблем в мировой, ну и американской экономике, Цукерберг уволил 10 тысяч сотрудников, сокращает расходы. Но отказывается меньше тратить на свое VR-подразделение. И хорошая новость. Легендарный, особо не читаемый почерк врачей, возможно, перестанет быть сложностью для их пациентов. Google объявил, что его не растите, научились разбирать то, что написано на рецептах. Как минимум, вычленять из рукописного текста название лекарств, подсвечивать их и выдавать пользователю уже в виде обычного читаемого текста. Работает все это в приложении Google Lens, которое, в принципе, служит для распознавания образов, а теперь вот и особых текстов. Ну, точнее, будет их распознавать. Сроки релиза нового функционала официально не названы. Неизвестен, соответственно, и список языков, на которых будут распознаваться медицинские рецепты. А объявили об этом на конференции Google в Индии. Это традиционное мероприятие на важном для поисковика рынке. Как-никак полмиллиарда пользователей. Ну и возглавляет Google сейчас выходец из Индии.